так вот мальчишки и девчонки а также их родители вы сразу ко мне обращайтесь и у вас появится нормальное лето потому что в это лето я часто машину и поэтому лето не стало теперь я сказал хватит надо и сыну покупаться да и жена тоже может позагорать поэтому машины я больше не мою так что если что вы ко мне обращайтесь небольшой кэш я не буду машинами вот а если мы не моем машины то мы разговариваем о рыбалке по рыбалке мы разговариваем вместе с агаповским рынком и вместе с агаповским рынком мы представляем магазин рыбачок где вы все можете себе купить а как найти а найти то просто и рекламки везде и со стороны сибаи со стороны челябинска и реклама призывает тех кто хочет рыбачить заехать на замечательное место на агаповской центральной районной ярмарке и купить себе все то что дает вам возможность спокойно паудить рыбку в любой сезон кстати сейчас уже все отметались и можно рыбачить практически на все мелочь то ведь вам не нужна вам нужна крупная рыба а как ее прикормить а есть ведь и прикормка я кстати думал что рыбка клюет только на парыш жеванный хлеб или червя но все оказалось куда круче и честно то что мы едим очень нужно и рыбкам а вот раком нет так вот недавно я посмотрел замечательный сюжет на телеканале рыбалка и охота или охота и рыбалка да вы его сами видите вот но не увидят естественно жителей села потому что не получается хотя если у вас есть спутниковая тарелка почему бы не посмотреть вот мне показали то что без прям коробки рыбалки нету чуть раньше мы с женой взяли себе рыбку пелить получается до пелить стоит почти 400 рублей килограмм то есть здесь прикормка вот нормальный прикорм 68 рублей это не на один раз вы будете кормить 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 и получается что цена то вообще ни о чем то есть о чем мы говорим о том что без прикормки рыбки не получается да и кстати мне повезло в эту съемку с нами оказался правильный рыбак а не то что я я рыбку ловил 20 лет назад и вот оно холодное лето 2014 года но в холодное лето 2014 года естественно нападают на вас комары и без комаров то не получается рыбалки а чтобы комары вас не хватили сейчас покажу клево сейчас объясню то есть вы надеваете на себя все что нужно а сверху вот так вот нормально то есть вы спокойненько рыбачьте а комары то суда не достанут классно да на такую штучку себе купить потому что в саду у меня тоже комары достают ну а для тех кто не хочет а хочет порыбачить с утреца и не хочет вставать слишком рано замечательные палатки и естественно мешки которых вы можете за ночевать вот ну а для тех кто понимает то что когда давление высокое когда давление низкое и рыба там не будет клевать замечательные барометры дома посмотрели если давление низкое то в первый день не рыбачьте а на третьей пожалуйста ну вот и вам то тоже лепота хорошенькая надел заслонил мордочку защиткой и рыбач и красота так вот что у нас клюет вообще надо понимать что у нас есть урал а урал речка очень хорошие тем более зная о том что комбинат прекратил выброс воды из урала то есть ну часть он берет но туда ничего не выбрасывает магнитогорске даже получается эти раки появились представляете да в свое время то они были но я не помню когда это было это практически не было еще семь лет вот а потом их не стало теперь начали появляться но на урале вы еще можете взять вот на такой крючок поймать себе сама кроме все прочего все то что вводится в русле урала русле волги и вообще в россии все то же самое у нас есть за исключением омуля ну перед хотелось бы но вот не получится перед хотя наверное можно удочку взять вот что касаемо остальных цен ручок 12 рублей такой стоит вот честно говоря не знаю кто сломает но наверняка какой-то большой сом хотя тут есть другие крючки вот ну и катушки естественно катушки здесь самые дешевые я вам еще раз объясняю почему необходимо приехать на агаповский рынок сельской продукции или как он тут делается один тут рынок прийти и посмотреть цены здесь совершенно другие и катушечки разные есть но я себе все-таки присмотрел что-то крутое хотя есть не крутая но вот такую взять 200-300 рублей чем не радость рогатка для чего такая рогатка сейчас объясню из-за этой рогатки вы ничего не подстрелите ссорить не получается но зато вы сможете собрать поведем показывал подкормку берете ковы эти смотрите где вы будете рыбачить а для того чтобы поработать здесь замечательные спиннинги вот туда закидывайте и потихонечку туда бабахайте вот что касаемо спиннинги вот есть специальные тестеры такие легенькие кстати не самые дешевые ну а зачем вот так вот на не помню если разбирается по другому а вот видите как разбирается разбирается и вы его можете просто положить машину вот здесь естественным указан вес и вобблеры и все что нужно вот здесь цена тоже самое недорогая получается да и вы уже начинаете спокойно рыбачить вот к слову о том можно ли разговаривать при рыбалке окажется можно потому что недавно смотрел и в том же самом телеканале рыболов и охотник спокойненько люди рассказывали при этом замечательно рыбачили и тут понятен результат начальная рыбалка это не куча денег думаю хватит несколько сотен удочка леска поплавок грузила прикормка хотите лучше ну приезжайте кстати за немного денег дадут и то что любит рыба то и не надо будет после дождя лазить по огороду с лопатой и кстати о птичках а когда меня на рыбалку заберут и вот он вообще не показывали как не допустить проникновение коваров к вам на лицо но естественно прежде чем пойти на рыбалку вам все-таки необходимо одеться пожалуйста одевайтесь так как надо а если вы куда-то залезть и вот пожалуйста сапоги сапоги здесь хорошенькие вот еще и галоши есть но это на галоши этому и позже вот во всем остальном то есть какая рыбалка есть рыбалка с берега есть рыбалка с помощью лодки так вот лодок здесь хватает причем не на одного человека но что еще надо маленькая лодка со складным сиденьем пару а может тройку удочек две на рыбки и плюс блесенку палатку со спальником и пенку одежду спортивом а скидкой по сути все это меньше чем сумма до десятки может быть все это надо купить и не париться каждый день рассказывая вам а но как же вы будете без меня то вот понимаете село для меня лично хорошо в принципе она также хорошо и для вас потому что на селе не зарабатывают эти космические деньги кому это вообще нужно у человека свой бизнес в магазин вот магазин рыбачок который на центральной районной ярмарке поселка агаповка находится зачем нужны большие деньги когда есть определенный уровень и здесь никто на вас деньги не зарабатывать просто прийти посмотрите и поймите удовольствие что здесь можно купить то что магнитогорске будет стоить полтора а может быть два раза дороже